Господи, как же меня раздражают эти воры парашные, беспонятные, которым пофигу, кого грабить. Старуху нищую или ребенка сироту, они же парашники, им плевать, они грабят всех. Но еще больше, знаете, кто раздражает? Вот эти вот дебилы, которые рукоплещут тем ворам, кричат Да, ура, наши воры самые лучшие, слава богу, этот вор только что опять Меня трахнул в задницу и рисует себе букву Z на своей тупой башке Начинаем! Росавиация пытается помешать российским пилотам трудоустроиться за рубежом, об этом пишет коммерсант Ведомство отказывается предоставлять иностранным работодателям данные соискатели Из-за чего на работу за границей не могут устроиться по разным оценкам от нескольких десятков До нескольких сотен летчиков, которые в России остались не у дел Вот блин, даже не знаю, как это комментировать Ни себе, ни людям, что называется сами, ведь все простее Простите мне, мой французский пилот и не виноватый в том, что наши авиакомпании не могут летать в данный момент Больше половины отечественного авиапарка, де-факто это краденые самолеты, которые, окажись они на нейтральной территории, тут же будут арестованы Из-за этого собственные не летают, часть воздушных судов приземлили с целью разобрать на запчасти Потому что запчасти в стране охрененного импортозамещения тоже никто не делает И взять их благодаря санкциям негде То есть по всем фронтам минус, причем минус, повторюсь, не из-за летчиков А благодаря тупым, вороватым действиям вот этих вот дебилов из госструктур, вроде чиновников Росавиации Которые 20 лет уничтожали отрасль, которые 20 лет врали всем вокруг, будто что-то, где-то импорта заместили А сами тащили бюджетные миллионы и миллиарды Распихивая их в итоге по карманам, теперь, значит, на летчиков все попытались свали Олег Львович, так почему они бежали, полубояринов и этот товарищ, как ты считаешь? И Калмыков, да На самом деле, оба этих человека являются сотрудниками аэрофлота И в свое время они создали абсолютно непрозрачную схему По которой, собственно, и были получены аэрофлотовские, победовские, добролетовские самолеты в лизинг И оказалось, сейчас только, не знаю, куда смотрели правоохранительные органы ранее Оказалось, что вот эта непрозрачная схема, через которую шли все деньги нашей гражданской авиации Аккумулировала в офшорах, соответственно, кому-то проценты от оборота Представляешь себе, там, сотни самолетов, проценты от лизинговых оборотов А что, так можно было, что ли? В данном случае речь идет о бывших руководителях аэрофлота и Победы Которые после начала известных событий слиняли за границу Сейчас на этих упырей вешают всех собак Мол, это из-за них мерзавцев Авиагиганты оказались в за... Ребятишки, оказывается, все эти годы воровали на своих должностях Знаете, что хочется сказать на самом деле? Фантастические твари Это ни разу не про беглых топ-менеджеров Потому что твари сидят в других кабинетах Они и сейчас, кстати, продолжают там сидеть Продолжают раздавать интервью пропагандистам Продолжают врать и воровать Россия, как известно, эксплуатирует 1367 самолетов Из них больше 700 в лизинге При этом Минтранс не предлагает возвращать зарубежные самолеты К чему это может привести? Начнем с того, что часть самолетов вполне уместно было бы вернуть Например, у аэрофлота есть 6 самолетов Аэробус А-350 Ради 6 самолетов Выстраивать систему поддержания летнегодности Систему периодической подготовки Нажорной подготовки экипажей Абсолютно нецелесообразно И мы смысл сосредоточиться на наиболее массовых В осведованных типах летательных аппаратов Вы ходите по х**но тонкому льду, друзья мои, педигри пау И когда лед треснет, то под ним вас буду ждать я Правда, вот это вот видео, которое я показал по другому поводу Хотелось бы, чтобы вы прочувствовали степень жадности уродов Вот в том же аэрофлоте, сами слышали Крупнейшая авиакомпания страны 177 воздушных судов, только 5 из них в лизинге и не оплачены Так верните их и летайте спокойно Нет, не отдадим Мы лучше под санкциями останемся Мы лучше людей уволим Мы лучше пассажирам неудобства создадим Потому что часть маршрутов нам из-за этого зарезали И мы вынуждены летать кривыми путями Но те 5 аэробусов мы не вернем, их лучше украдем Вот ответьте мне на простой вопрос Это нормальные люди Я в том числе к ватникам сейчас обращаюсь Из-за 5 самолетов Воры готовы подставить под удар огромную авиакомпанию Огромную страну, миллионы людей Причем это А-350 Они дальнемагистральные, в нынешних условиях очень мало используются Потому что, ну а куда летать-то? Границы закрыты Стоят на земле, гниют Нет, главное, что мы их украли И это важнее любых проблем целой страны Простите, ну ненавижу я этих упырей Правда пропагандисты ООН их называют патриотами Я в данном случае подлец и предатель Но это нормально Это реальная журналистика Так и живем Тема сегодняшнего выпуска Поехали! Кстати, вот очень хочу, чтобы вы все дружно сейчас улыбнулись Потому что человек, который появится в кадре Ребята, это главный следователь страны Начальник Следственного комитета России Бастрыкин Вашему вниманию Наслаждайтесь Побывал у врачей, у автомологов Надо поправить было немножко Вот очки Меня срыт в кресло И врач говорит Сожну японская аппаратура И европейская Но, тут же добавляет Но методы уже наши То есть технология, трибуны, микрофон Их не А мы уже лечим Нашими российскими методами И рекомендуем наши очки Хотя очки не наши Вот пример Ну доколе так может быть Может быть А может и нет А может пошел ты То есть даже там На самом верху Уже хохочут Над нашими Горе-импортозаместителями Даже там уже говорят Ребята, ну хватит врать Ну сделайте уже Хоть что-нибудь Сами То есть даже Жанни Бастрейкины Понимают Путь По которому Нас ведут Путинские воры Тупиковой И с этим Невозможно Не согласиться Потому что Если не на чем летать Если не на чем ездить Если не во что одеваться Положение не спасет И скрепы не спасут Даже вера и телевизор Никак не исправят ситуацию Знаете Есть такая Хорошая цитата Она правда Киношная Но мне кажется Она очень правильная Когда будет срублено Последнее дерево Когда будет отравлена Последняя река Когда будет поймана Последняя птица Только тогда Мы может быть Поймем Что деньги есть нельзя Очень жаль Что до нас А самое главное До ура патриотов Которые нарисовали На своей тупой башке Букву З И гордятся Никак не дойдет Это простая И понятная истина Вот что удалось найти В этих блиндажах Шарфы С символикой Иностранных Футбольных клубов Здесь футбольный клуб Сток Сити Это британский А вот этот Федерация футбола Боснии и Герцеговины Здесь на этих позициях Располагались Скорее всего Боевики правого сектора Вот Флаг Запрещенной организации Гениально Вот это Многоходовочка Кстати Если вы думаете Что это единственная тупость Которую распространяли Пропагандисты За последнюю неделю Я вас расстрою Подобные бредни Стали уже чем-то обыденным У меня вообще ощущение Такое Что они там соревнуются Между собой По принципу Кто придумает Самую идиотскую Несуразицу Вот например Статья С официального сайта Серьезного Некогда Телеканала Царьград Восемьдесят процентов Британцев Готовы переехать В Россию Воспользовавшись Предложением Путина О выделении Бесплатной земли Они на полном Серьезе Это пишут Ну хрен с ними С писателями Мне интересно Посмотреть на тех Кто читает И верит В ОНО Вы хоть знаете Что рубль Вообще существует В стране Или нет Зажрались В Москве Там у себя Давайте еще раз Представляете Оказывается Восемьдесят процентов Британцев Очень хотят Переехать в Сибирь И на Дальний Восток То есть почти все Тогда сам собой Напрашивается вариант Что британцы Это наши союзники Да не просто союзники Дружбаны Не разлей вода Ангричанины Русские Братья навек Но тогда я не понимаю Другого сообщения Которое через пару дней Буквально выдал Все тот же Царьград Со ссылкой на Машу Алкашу Захарову Ну которая Прикидывается Дипломатом Вот оно Синявка Напомнила О сценарии Ядерного удара По Великобритании Да что ты Черт побери Такое несешь Сука Еще раз Да вы же Только позавчера Написали Что почти все Англичане Мечтают Переехать На Россию И присягнуть На верность Не до царю Сия мира А теперь Распространяете Инфу Что мы По ним Ядерной ракетой Жахнуть Собираемся Как по братьям Да ладно Если бы только По братьям Почти по своим Почти парапсиянам Вы чего С ума сошли А впрочем Меня часто спрашивают Для кого я снимаю Все эти видеоролики Честно А я и сам уже не знаю Раньше думал Что идиотов Намного меньше Чем кажется Сейчас уже Ни в чем Не уверен Хотя в ром Я знаю В чем я уверен Точно Единственная И главная Заслуга Вот этого Вот царя Какой-то России Владимира Путина В том Что за 20 лет Всего за 20 лет Он сумел Превратить Самую читающую И думающую Нацию В тупорылых Насекомых Даже не в зверей Нет В насекомых У которых Единственный Инстинкт Как у комаров Противно Жужжать И кусаться Комары Наверное Тоже думают Что они великие Но есть проблема Комар живет 43 дня А все Что он знает О мире Это радиус Его полета Знаете сколько 10 метров Представляете 10 метров От места Где он появился На свет Это все Что кровопийца Знает о целом Мире Ладно Переваривайте Это была реальная Журналистика Простите Что сегодня На эмоциях Подписывайтесь На наш канал Проверяйте Подписку Бывает Слетает В соцсетях Тоже жду Ссылка Например На телеграм Сразу Вот здесь Вот внизу В описании В закрепленном Комментарии В друзья Добавляйте С темы Предлагайте Поднимем Обсудим А я За сим Спешу Откланяться Пока Пока